Всем доброго дня! С вами сегодня снова ОМЗАП. Сегодня я вам попробую рассказать про датчик наличия воды в топливном фильтре. Опять же, я не отталкиваюсь от каких-то мануалов или какой-то книги. Я отталкиваюсь от своей практики, то есть то, что происходит у меня. На примере мы возьмем Санта-Фе. Санта-Фе 2.2, пробег 188, 1135 километров. Так, где у нас год? 2017 год. Здесь у нас Евро-5, HB 2.2. Пошли с 2010 года. С 2010 года это были Евро-4, потом пошли после 2016 Евро-5, и дальше уже сейчас после 2020 пошли там с 2020, и дальше все зависит от сборки. Допустим, российской или корейской. То есть у корейцев, как правило, раньше выходят именно по классу. Там Евро-5, Евро-6. Датчик воды. С 2010 по 2015 год топливный фильтр, многие узнают, стоял вот здесь. Раньше. Потом на Евро-5 он перешел под блок управления за корпусом воздушного фильтра. Вот туда перешел. По мере его перемещений, с простого сложнее и сложнее, цена по его замене становится тоже дороже. И уже в Евро-6 он находится под днищем, больше к задней части, по левому борту. У нас уже там пластиковая колба, и идет уже картридж топливный фильтр. Не как здесь у нас из металла, там уже идет картридж. Неважно, у вас 2 литра, 2.2, Евро-3, 4, 5. Самое главное, наверное, из всего этого. Да, мы сейчас полезем, мы сейчас снимем, все проверим. Я вам расскажу о том, что бывает. Допустим, здесь попала вода или замкнул датчик. Сигнал идет прямо сразу на блок управления двигателем. Он у нас вот здесь стоит. Допустим, у кого-то в салоне здесь он стоит под капотом у нас. Мало того, что индикатор высвечивает на приборке, сигнал идет на блок управления. Блок управления ограничивает мощность. Смотрите, как это происходит. Как это горит и как это происходит. При включении зажигания мы должны увидеть эту лампочку. Вот она, смотрите, красненькая, видите? То есть, что должно произойти? Мы включаем зажигание. Блок управления делает некую диагностику. Там происходит по-разному. Либо 0,22 секунды и далее. То есть, 1-2 секунды. И большая часть приборной панели, кроме датчика давления масла и зарядки, должно потухнуть. И датчик наличия воды тоже должен погаснуть. Смотрите, включаем. Вот у нас приборочка гаснет, а датчик так и горит. То есть, он нам показывает, что... Теперь запускаем двигатель. И блок управления будет переводить автомобиль в аварийный режим. Если сейчас, как раньше, у нас датчик воды стоял здесь внизу, можно было просто оценить разъем, и она бы ушла бы из защиты, и все бы работало дальше. Но этого нельзя делать, потому что есть риск, что там на самом деле вода. Поэтому сперва надо убедиться, что ее там есть или нет, и потом уже какие-то решения и действия. То есть, либо мы меняем датчик, либо мы меняем топливный фильтр. Мы снимаем воздухоприемник АКБ, воздушный фильтр, частично откручиваем блок управления и отводим проводочку. Такая процедура стоит 2800 рублей. Туда же она включает подсоединение компьютера, сброс ошибок и удаление воздуха из системы. Чего тебе там звук пишется? Ну, в камеру-то пишется, конечно. А, вот тебе, так что ты не говоришь, я не рассказываю. Ну, просто шумный будет, но так-то что-то важное можно сказать. Я сейчас отказываюсь. Ну-ка, отходи давай. Важное надо продуть. Неудобно здесь сделали вот эти разъемы, вот эти топливные разъемы. Сейчас, когда мы их снимем отсюда, снимем топливо, треть топлива в топливном фильтре выльется на защиту, на подрамник, на рулевую рейку. И никак этого не избежать. Фильтр сняли полностью. С его кронштейном, на котором он держится. Датчик воды, разъем сухой. Нередкость, когда я встречал, АЖА и АЖБ приезжали, и люди жаловались на запах топлива, но при этом динамики в запуске, то есть проблем никогда не было. Вот через датчик воды, через эту гофру стекало топливо вниз. И водитель, когда выходил, именно под крылом слева стоял запах. Ну, в нашем случае, то есть, контакты не окисленные, все хорошо. Все, разбираем, снимаем, смотрим, что там найдем, не найдем. У нас как бы варианта два. То есть, либо это на самом деле вода, и мы моем корпус, промываем датчик и меняем топливный фильтр, либо мы, допустим, меняем только датчик. Но опять же, мы сняли, надо будет, необходимо спросить у клиента, когда менялся топливный фильтр, как давно, чтобы, допустим, если это делалось там 15-20 тысяч назад, то лучше будет, конечно, сделать, сразу произвести замену. Также мы можем не обнаружить воды, но увидеть, допустим, грязь. Если увидим там тоже грязь, то фильтр однозначно будем менять. Льется со всех сторон вообще. Через трубки. Я бы не сказал, что охотно сливается. Смотрите, датчик находится в самом низу. То есть, даже не в самом низу, а чуть выше. То есть, дна, так сказать, вот мы видим, да, прикрутилась резьба и чуть выше. Вот он, индикатор сам, который нам показывает наличие воды. И он стоит даже в фильтре чуть выше, не в самом низу. Если мы даже втопленный фильтр посмотрим, то вот у нас закручивается резьба и дальше. Это что такое? А, это литольчик. Это прям свежее. Его не так давно меняли. Воды и грязи, я бы сказал, что здесь нет. Фильтр визуально менялся не так давно. Но вполне возможно, что сейчас, если нам заявят, что менялся он буквально там 5000 назад, то, скорее всего, мы его оставим. Смотрите, как еще можно понять, забитый фильтр топливный или нет. То есть, вот как я откручивал датчик, да, если он сливается хорошо и быстро, это говорит о том, что он чистый. А если его приходится вытряхивать, долго и нудно он оттуда выходит, скорее всего, он забился. То есть, топливо сверху, через фильтрующий элемент проходит вниз. Плохо, поэтому он плохо сливается. Значит, причиной является датчик наличия воды. Сейчас по Вину посмотрим. Все они разные. У них разный может быть как разъем. Опять же, мы берем все корейские дизельные авто. У них как разный разъем, длина провода и диаметр резьбы. То есть, у нас есть 6, 8, 10. Уточнил, сходил. Топливный фильтр менялся у нас. Менялся в сентябре прошлого года. Прошел 7000 километров. Напомню, ни грязи, ни воды мы не обнаружили. Датчика в наличии нет. И нет вообще, почему-то такая редчайшая вещь. Нет вообще в Москве. То есть, если где-то и найти, то можно, допустим, в Кунцево. То купить довольно сложно. Датчик будем заказывать. Как раз именно подскажу вам, что можно еще сделать, если, допустим, машина встала в аварийный режим. Встала из-за датчика. Для того, чтобы ее вывести оттуда, необходимо просто отсоединить разъем. То есть, мы просто отсоединяем защелку. На блок управления у нас уже ничего не идет. По обрыву цепи также ошибки не будет. Есть, бывают там машины, на которых блоки управления выскакивают, когда снимаем разъем, выскакивает ошибка. Но при этом на приборке мы ее не видим. Она только в блоке управления. И ни в коем разе нам не мешает эксплуатировать авто. Такое мы можем сделать только тогда, когда мы точно убедились, что внутри ничего нет. То есть, сейчас проверили. Мы отдельно этот просто оставим, воткнем сюда вот на место. Второй, второй уже ответный, который идет от проводочки. Все зависит от того, сколько будем ждать датчик. Недели, два, три. Условия погодные на улице. То есть, дождь, грязь, старая машина, новая. То есть, этот разъемчик обязательно засовываем в пакетик, обматываем, чтобы туда не попала коррозия и влага. Чтобы при установке нового ничего у нас не произошло. То есть, вот сейчас, вот это будет такой, знаете, как вариант выход из положения. Сейчас, когда мы будем уже устанавливать, я вам еще расскажу, с чем я сталкивался, как этот датчик может привести к тому, что люди вскрывают цепи ГРМ, ремонтируют, я не знаю, там, разбирают блоки управления, проверяют форсунки, всю топливную систему. Этот датчик может замкнуть и при этом не показывать вам на приборке, что он замкнул, но авто будет в аварийном режиме. Допустим, те, кто у меня были, уже они знают, может быть, сейчас ее увидят и все это. Вспомнят свое авто, как я им делал. То есть, у него есть непонятная такая функция, он может замкнуть на блок управления двигателем, ставить ее в аварийный режим, но при этом индикатор на приборке показывать вам, нам не будет. Для того, чтобы понять, может ли он быть одной из причин, то есть, что делаем, включаем зажигание и смотрим на приборку, появляется он вообще или нет. Если он не появляется вообще, варианта два. Два. Два это каких? Он замкнул и не показывает на приборке вам вообще, либо датчик присутствует, то есть, есть на топливном фильтре, но он отсутствует как индикатор на приборке. Узнать на приборке, есть ли он у вас вообще. Может быть, вы раньше видели, может быть, не обращали внимания. Берем фонарик, светим на приборочку, и мы точно видим, какие у нас из датчиков, то есть, там есть, что у нас показывает. Если он у вас на приборке имеется, но не загорается, значит, он замкнул, и он является причиной вашей проблемы. То есть, машина будет заводиться без проблем, все будет работать, все будет, но она будет стоять в защите. Смотрите, вошли в блок управления, сейчас у нас висит по смарту ошибка и низкий уровень в цепи. Сейчас удаляем. Снова, снова заходим в ошибочки, то есть, ошибочек нет. Сейчас, после того, как запустим двигатель, еще раз проверим. При этом, смотрите, сюда на приборочку, то есть, когда мы отсоединяем разъем, зажигание включаем, то есть, индикатор уже не показывает, то есть, потому что разъем у нас отсоединен. Вообще, в целом, то есть, в целом, это не хорошо, это неправильно, но это выход. Клиент хочет сейчас уехать, то есть, ему нужно, поэтому датчик закажем, придет датчик, клиент приедет, позвоним и заменим. Дает он нам здесь, опять же, смотря, чем прокачивать. Если лаунж, лаунж дает 30 секунд, допустим. Опять же, зависит от модели. Где-то, допустим, прокачивается до тех пор, пока не выгонит воздух из системы и отключится само. Либо, допустим, под 30 секунд, там, 200 секунд. По-разному бывает. Во-первых, зависит от диагностики, во-вторых, зависит от авто. более новая, там, более старая, допустим, Киев, Хундай и так далее, и так далее. В каких-то, допустим, в таких, как Хундай Гранд Старекс, допустим, если мы возьмем Евро-6, то функции удаления воздуха вообще нет системы. Хотя в баке стоит подкачной насос, у нас топливная система там Денса. Вот, в баке есть подкачной насос, ручная подкачка отсутствует. И при замене топливного фильтра, то есть, вариант один, либо мы просто крутим и он восполняет, включается подкачной насос, либо мы реле именно перемыкаем перемычкой и заводим. То есть, в каких-то функциях удаления есть воздуха, а в каких-то нету. Дожидаемся и будем заводить. Неважно, что вы делаете перемычкой, прокачиваете один раз, удаляете воздух, включаете, допустим, функцию три раза, четыре. Я много по-разному распробовал, всегда по-разному. Он может крутить как там пять секунд, так и, допустим, десять секунд. Так, все. Второй раз мы закончили, зажигание выключаем и заводим. Завелась как обычно. Машина запустилась без лишних вопросов. Так, дальше, 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 дальше. Так, двигатель, окей. Разъем снят. Посмотрим, выскочит ли ошибка. Видите, ошибочки у нас нет. то есть блок управления она отсутствует. Разъем мы полностью отсоединили, ошибки, блок управления нет. И при этом авто выходит из аварийного режима. Отдаем газу. ну вот как вариант, если вы в дороге, я не знаю, в деревне, на даче, если вы не хотите ехать со скоростью 40-60 километров, мучиться в аварийном режиме, ну вот как вариант можете использовать. Ну все, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok